Привет, друзья! О страхах. О страхах, таких психофизических паниках, которые могут возникать, как бомба падать на тебя и ты всё теряешь, всё на тебя валится, потому что вся энергия мозга занята выживанием. И как сделать так, чтобы ты мог эту энергию мощнейшую, ядерную, можно сказать, энергию трансформировать быстро в созидание, чтобы ты мог находить ответы сложных вопросов за короткое время, соединяться, условно говоря, за миг короткий с вечностью. И в этом же вопрос. Какие нужно знать там правила, принципы приёма и алгоритмы напряжения и расслабления для того, чтобы научиться управлять своим состоянием, как произведением? Это удивительный вебинар, который будет 4 октября в 20 часов по московскому времени. Смотрите, упражнения будут там и новые приёмы, всегда уникальные новые приёмы, развивающие креативность мышления, поисковость мышления. Так вот, как связано одно с другим, высокое вот это напряжение страха, будь то страх ошибки, или перед экзаменом, или перед выступлением, которое сковывает тебя, у тебя образуются зажимы, потому что ты весь напряжён, как солдат на фронте, готовый ко всему, потому что ты перед неизвестностью, получится у тебя или не получится, Поэтому ты так напряжённый, это сдавливает тебя. И ты в мешке эмоций. И надо освободиться, снять это напряжение. И вот там специальный алгоритм будет напряжение и расслабление, и эти уникальные приёмы новые, с помощью которых развиваются поисковые мышления. Да, и все вопросы решаешь лучше, и выступаешь лучше, и экзамены сдаёшь лучше, и важные встречи проводишь лучше. И даже в общении с проблемным собеседником. Да, это удивительно. С другой стороны, это метод ключ, он парадоксален. С одной стороны, он как всё гениально и прост, а с другой стороны, он сложен. Сложность в том, что там надо находить, именно поиском, творить, создавать, искать поиск. Именно оптимальные решения самых простых движений. Потому что вот эта простота, ты подобрал движение, которое тебе максимально соответствует, оно даёт взрывной эффект раскрепощения за секунды, за минуты. Да, и вот это в этом вся и сложность, поэтому это парадокс. Да, как сочетать себе вот это напряжение со свободой расслабления и получать неординарное решение сложных вопросов всегда, когда ты хочешь. До встречи, друзья.